Окей, поехали в следующий мир. Посмотрели этот, вспомнили что как. Мы как бы подводим итоги, потому что навряд ли что-то выйдет к этой игре еще. Мне кажется, они уже третью часть делают. На эту часть уже забили, они уже готовятся. В следующем году анонсируют третью часть. Она выйдет, я не знаю, когда летом, может, в конце весны. Увидим, короче. Поехали в следующий мир. Давайте цветы польем, там что-то надо было полить тогда. Может быть, время прошло, сейчас мы можем что-нибудь заюзать, использовать. Так, вот что-то тут можно использовать, да? Поливка идет у нас. А нет, все ждать надо. Ну ничего, зато монеты получили. Возвращаемся обратно. У меня 12 дней. Продолжаем играть. У нас в следующий мир. В следующий мир Джурасик Марш. Болото, короче. Осталось немного, три мира осталось. Пойдем в следующие игры играть по порядку, там с чем-нибудь дальше. Так. Так, так, так. Ищем, 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 ищем. Где у нас бесконечный режим? Вот он. Я проходил, значит, 10 уровней я прошел. На 11 мы остановились. Соответственно, у меня уже какие-то растения выбраны. Сейчас посмотрим, покажу вам, что же я там выбирал. Может быть, кто-то помнит? Я не так давно, но вроде как это играл. Так, мы... Смотрите, что у нас. У нас доисторическое все. Подкрывал я... Даже лягушку я взял. Имитатор у меня есть. Перчик. Обычный арбуз. Можно взять ледяной арбуз. Можно взять минку за 25. Можно взять за 150. Мне кажется, за 150 возьмем растение. Почему бы нет? Второе растение неплохое. Кактусы уже были, да? А вот второе растение у нас не было еще сегодня на стриме. Поэтому, может быть, двоечку возьмем. Я понимаю, понятно, что четверка здесь нужно выбирать. Но мы же играем просто так в фан, поэтому я бы взял двоечку, наверное. Голосуем, ребят. Что вам? Опять кактус нужен, ребят. Ну что такое? Реально кактус? Не хотите посмотреть двоечку? Ну ладно, я смотрю, уже слишком много голосов за единичку, поэтому давайте кактус соберем. Так, 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 так. Значит, доисторический горох подсолнух. А что, у него еще костюм есть? О, еще костюм есть. Давайте тогда такой костюм. Далее, далее, далее. Будем отбрасывать их. Вот эта штука будем переманивать дракончиков. А, надо тогда вот так сделать. Так, отбрасывать. Стеночка нам понадобится. Перчик возьмем. Что еще, ребята? В линию взрывать, потому что здесь иногда зомби откидывают. И как бы надо, надо. Ну и обязательно берем то, что вы выбрали сейчас. Кактус. Все, поехали. Сразу двойную скорость я поставлю. Я думаю, не слишком сложно. Только начало. Так. Так. Начало быстрое такое. Хоп. Пошел первый зомби. Обычный, ничего страшного. А, здесь неправильно я уже ставлю. Надо было в первый ряд ставить горохомет, который отбрасывают. Потому что там будут сразу зомби. Динозавры зомби отбрасывать. Блин, я забыл. Реально, ребята. Ну ничего, следующий уровень мы так сделаем. Мелкий побежал. Окей. Я хочу еще больше поставить. Ой, три динозавра сразу. Да, невезуха. Невезуха. Ну ничего. Мы сейчас успеем поставить, я думаю. Сейчас и динозавр подходит к этому, чтобы пнуть его. И я успею поставить, надеюсь. Вот он. Ну давай, давай, давай. Отбрасываем его. Не хочу потерять сразу подсолнуха в начале игры. В начале уровня. Отлично. Хорошо. Надо ставить сейчас во вторую линию сверху. Так. Снизу мелкий бежит. Сейчас его надо тоже прикрыть. Так. Все. Более-менее начало хорошее. Теперь только надо усилить нашу защиту. А все-таки съели, да? Горохомет это моего. Ой, подсолнуха. Я почему-то всегда горохометов с подсолнухами путаю. Потому что когда стремишь, не особо не думаешь. Говоришь все, что первое в голову приходит. Так, надо больше этих кактусов, наверное, сейчас. Выстроить целую линию кактусов. Блин, отбросили как некрасиво, да? Ну как, не отбросили, перебросили. Это же этот птеродактиль, который... Тогда мы его так сделаем. Переманим его. Он будет теперь нашим. Так, пошел Гаргантюа. Но мы его отбрасывать можем бесконечно, получается. Сейчас два горохомета поставить и все. Ничего не сделает он. Ну и сейчас может еще следующий пойти, на самом деле. Поставлю призрачного перчика. Блин. Повезло, отбросили его так. Жесть. Музыка хорошая тут тоже. Но она, мне кажется, больше эта музыка на Дикий Запад подходит. Для Дикого Запада. Не знаю почему. Мне почему-то так кажется. Блин, что происходит вообще? Стенка, смотрите, какая вообще. Я первый раз вижу вот такую стенку. Я никогда не видел ее каменной такой. Прикольно. Ой, перчик не туда поставил. Ой, тоже никуда не стоило стоять. Я просто думал, там еще один динозавр есть. Он может босса перекинуть. На всякий случай так сделал. Ну все, победа. А мне показалось, или вот эту стенку каменную босс Гарганчуа не может пробить с первого удара. То есть он только защиту снял. Мне так кажется. Да, этот Гарганчуа вообще самый жесткий. Потому что я уже чувствую, у него столько здоровья. Я вон сколько его бить не могу. Ну, последний остался. 204 зрителя на данный момент. Всем привет, ребята. Всем привет новым зрителям, кто только сейчас присоединился. Играем сейчас, доигрываем буквально 30 минут эту игру. Играем в Garden Warfare с подписчиками. Так что можете обновить игру, там подготовиться и будем играть. Будем играть режимы, которые никто не играет. Всякие такие редкие. Будем заходить и прям создавать. Вот прикиньте, никто не играет там неделю, месяц, какой-нибудь режим, типа бомбу поставить. Да, потому что мало игроков сейчас там. И мы такие вместе заходим, все как бандой такой. И начинаем играть вместе. Это прикольно. Мне нравится такая идея. Ну что, прошли, поехали дальше. Выбирайте, ребята. Здесь хороший выбор, такой интересный. Единственное, я бы двойку не брал точно. Потому что синевых растений у нас нету. И оно тут не особо нужно. Я бы взял, наверное, троечку. Я забыл вообще, как это растение работает, насколько оно сильное. Я бы проверил, насколько троечка хорошая. Поэтому я бы брал троечку. Да, вы голосуете. Посмотрим, за что вы голосуете. Да, я редко переманил динозавров. Стоило мне это почаще делать, и было бы легче, наверное. Хакер хочет троечку. Кибер-енот за четверку. Александр за тройку. Кирилл Плей тысяча за тройку. Фанат Книча единичка. Видите, я ваши никнеймы даже изучаю. Фанат Книча, второй раз только не пиши. Я уже видел твое сообщение. По одному разу, ребята. Ну что, тройка. Я вижу тройку, по-любому. Поехали. Так, окей. Здесь можно, кстати, против Гарганча заморозку брать. Но это целый слот занимает. Посмотрим. Так, берем новую вот эту тему. Новую отбрасывание, по-любому. Переманивание. Я бы взял так. А, нет. Нет, нет, нет. Сделаем вот так. И последний слот. Стенку я, наверное, не буду ставить. Мы поставим... Может быть, вертолетик вот этот? Потому что... Хотя он не особо, наверное, хорош, да? А что еще взять? Арбуз? Мне не нужен арбуз. А, можно поставить тогда вот так кактусов. Первый ряд будет у нас, например, кактусы. Почему кактусы? Потому что, если, например, сбрасывают зомби, получается, кактус закапывается и шипами его убивает. Второй ряд у нас будут горохометы, которые отбрасывают. Дальше будут у нас подсолнухи. Наверное, вот так я сделаю. Давайте посмотрим, работает ли это стратегия или это вообще глупо. Вот так вот мы ставим их сразу. Третий ряд у нас горохометы... Эээ, подсолнухи. Так, мелкий снизу. Довольно-таки долгий уровень. Три волны. Так что мы их заодно протестим стратегию. У-у-у. Ой, так рано сразу сложно. Что за дела, ну... Что за дела, ребят? Пожалеете меня. Блин, я хотел по-другому кактусы там ставить. Случайно нажал. Ну ладно. Блин, не столь важно. Я думаю, и так справимся. Здесь я хотел ставить. Но сейчас я продам, ничего страшного. Потеряем немножко солнца, но... Так, переманиваем тогда этого. Я не успел продать. Ну отбрось этого зоби-то. Не отбросил даже. Вот это да. Три раза выстрел, ни один раз отбрасывание не сработало. Не хватает солнца, на самом деле. Там уже столько этих динозавров. Жесть просто. В одном месте. Мне вот не нравится этот режим, потому что там эти динозавры, и мне это бесит. Когда их там много, и непонятно, кто на твоей стороне, а кто не на твоей. Как-то некрасиво это сделали разработчики. Мне это не нравится. Вот этого большого отбросить нельзя, я так понимаю. Потому что он такой большой великан. Против него не работает. Ой, побежал великан. Но наш динозавр его убил. Так, убиваем этого. Слишком он быстрый. Кинно-браш я уже снял. Новый уровень, который вышло обновление. Но просто видео еще не выложил. Так что, жди, скоро будет. Ой, вообще, что происходит? Ребята, я погибаю. Как мне гаргантюа убить теперь? Вообще жесть просто. Он влетел сразу, и ничего не сделать с ним. Сейчас теряю линию, наверное. Сами видели, что произошло. Пытаюсь, но уже линию я потерял, скорее всего. Ничего не получится. Да тут еще один зомби сверху. Я смотрю. Ой-ой-ой, сколько их. Отбрасываем обратно. Пытаемся что-то сделать. Я уже всю еду и потратил в никуда просто. На суперспособности. Я тут не пройду реально. Смотрите, что происходит. Это очень сложно увидеть. Эти динозавры, они бесят. Не получается никак их убить. У меня просто солнца не хватает. То есть я ставлю подсолных, их убивают. Я ставлю подсолных, их убивают. Получается, в никуда все уходит. И этих сюда. Ну вот что творится, ребята. Ну можно еще попытаться как-то Сохранить линии, которые остались. Но очень сложно это будет, мне кажется. Сделать. Ой, пошли эти все. Снова пошли. Еще не концовка даже, видите, ребята. Ладно. Пофиг. Зато повеселились. Яблоко стреляет на три линии, останавливает зомби. Останавливает, в смысле, замедляет. И они просто на месте иногда стоят. Вов, Бернинг-Круссейд снимать не буду, только ванилу. Окей. Просит уже люди у нас тут в чайтике. Следующий мир. Окей, поехали в следующий мир. Осталось два мира. Какой там следующий? Большая пляжная волна. Бесячий, конечно, мир. Но там, по-моему, у меня нет сохранения. Сейчас посмотрим. Откуда я тут начинаю? Где у нас тут бесконечный режим? Ого! Ребята, я тут 25 фолн прошел. Ничего себе. У меня тут, наверное, хорошие растения какие-то есть. Давайте посмотрим. Я уже не помню, когда я это играл. Сейчас все вспоминать буду. Что же там у меня за растения такие? Что, хорошая стратегия? Давайте. Next level. Так. И давайте я прокручу, а вы посмотрите, что у нас. Двойной горахомет. Есть имитатор. Есть цитрон. Так. Взрыв. Окей. Ну так, на самом деле, таких прям супер хороших растений тут нету. Не хватает у нас. Ну так себе. Ничего интересного нету. Поэтому выбирайте. Я не знаю, что выбрать сейчас. Тут все растения не особо нужны. Может, тройной горахомет только, если понадобится. Да и то, опять-таки, он очень дорогой. И там не такой большой урон, чтобы прям это покупать, это ставить растения. Так что давайте. Голосуем, ребятки. Голосуем. Как у вас трансляция идет? Все хорошо? Ничего не менять? Там микрофон, звук с игры, все хорошо? Изображение? Никаких проблем? Напишите, пожалуйста, чтобы у нас там, если что, поменял бы я. 4, 4, 1, 1, 1, 4, 4. Вы хотите, чтобы гипногрипп я поставил, да? Взял. Ну, я так смотрю, четверок больше вроде как. Ну, я так смотрю. Ну, ладно, давайте четверку хотите, четверку поехали. Так. Значит, у нас двойной горахомет есть. Еду беру. Гипногрипп. Что еще? Наверное, вот эту штуку за 25 возьмем. Водоросли эти. Нужен взрыв по-любому какой-нибудь, если что, пойдет не так, чтобы взорвать их вовремя. Так. Что еще? Что еще? Стенка, лягуха. Что нам надо тут? А, лилия нужна, да? Целая лилия, чтобы там ставить. Это уже плохо, конечно. Столько занимает место. Это слот целый. Плюс я имита... А, нет, имитаторы и не бралки. Имитатор здесь не нужен. За 250 или вот это вот что-то ставить надо. Я не знаю, как тут лучше всего. Здесь просто будет этот рыбак, который притягивает все. Против него из будущего там эта штука работает. Ну, стенка из будущего. Но мне ее нету и как бы не хотелось ее даже использовать. Даже если бы она была. Я как-то по-другому... Может чемпера поставить, а? За 250 убрать, чемпера поставить. Или что-то, что тут убрать. Может быть уберем за 25... А, нет, за 25 все-таки можно этих рыбаков убивать. Поэтому оставлю. Мне кажется, здесь вообще гипногрипп вообще не нужен, ребята. Я не знаю. Мы его взяли. Может быть, я его использовать не буду. Потому что он тут не подходит особо. Давайте его уберем. Я вместо него поставлю, например, чемпера. Буду есть всех. Давайте поменяем. У меня еще что-то есть. А, нет, только одна шляпка такая. Фуражка. Так, окей. У нас 26 будет очень сложно, я чувствую. Так что... Но здесь воды немного. Это очень плюс хороший. Здесь нет воды. Можно даже лилии не ставить. Так, пройти. Сразу кормим. Получаем много солнца. И сейчас будем ставить. Значит, давайте поставим вот так. Этого добьем сразу. Будем в боулинг, короче, здесь играть на пляже. Надо еще кормить, я чувствую. Только сейчас подожду. Сейчас нам дадут. Сейчас будем кормить. Боулинг. Здесь можно чемпера поставить. С ведром сразу съесть. Чтобы меньше проблем было. Поставим водоросли там. А, они лилии, кстати, не едят. Только в воде когда, да? В воде едят. Тогда я продам их. Чтобы немножко вернуть солнце себе обратно, получается. Еще я вперед сюда, потому что он уже прошел далеко. Надо как-то его... Что-то с ним делать. Так. Так. Водоросли туда. А, еще когда они под водой же не атакуют мои растения, типа. Понятно. Отрыжка какая была сейчас у чемпера снизу. Покушал он хорошо, знатненько. То есть, вот, линия готова. Сейчас будем, наверное, ставить за 250 растения. Или больше этих шаров для боулинга. Будет прикольно. Они будут отскакивать от всех. Вот в две линии вот так вот я поставлю, например. Блин, я чемпера не продал. Снизу его съели. Жалко, конечно. За него можно вернуть очень много обратно солнца. А так, получается, в никуда все ушло. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто? Кого мы видим? Ладно. Водоросли сразу на боссу ставим. Опасный чувак появился у нас. У нас что-то проблемы какие-то. Водолазы высунулись. И проходят спокойно. Не хватает. Урона. Взорвали. Хорошо. Мелкого, правда, успел он выкинуть. А чемпер не съел этого мелкого, получается. Как-то, если честно, мне не нравятся вот эти вот шары для боулинга. Урон вообще никакой получается от них. Ой, я еще не заметил. Там у нас рыбак появился. Он нам портит все. Снизу идет гарганчуа. Как убивать-то его? Сейчас ждем, пока он вот так и используем. Получается, он как бы ничего не убил пока что. Он стоит на месте пока что. И сейчас мы, наверное, его уже взорвем. Этот урон хороший вошел в него. Рыбака сразу убиваем. С помощью водорослей. И пошли эти ребята. А вон еще один рыбак появился. Так, еще будет сейчас волна большая. Поэтому расслабляться не стоит мне. Ставим сразу на воду лирио. Попробуем там взорвать всех. Ой, мелких выкинули. Так неприятно для меня. Так, рыбак сверху убиваем. У рыбака это... Теряем линию. Но ничего не поделать. Сложно, сложно, ребята, сложно. Вы согласитесь, надеюсь. Сложновато. Сверху проходит. А, мы взорвем. Хорошо. Я бы сейчас еду сделал. За 175 не убивал бы. Блин, давай, 175. Блин, я успел, да? У нас одна еда просто на следующий уровень переходит. Маловато. Ну, здесь осьминоги и вот этот рыбак мне не нравятся. Основные проблемы, мне кажется. Ну, и слишком быстро, как карганчуашу. О, краб у нас. Я не даю вам голосования. Мы сейчас с крабом сыграем. Я думаю, с крабом будет в 100 раз легче. Потому что у нас урона просто не было. Маловато. Продолжение следует...